Владимир Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на российскую нефть до конца года. Указ президент подписал сегодня. Речь идет о постановлении, которое запрещает продажу нефти странам и физлицам, если они ранее присоединились к потолку в 60 долларов за баррель. Первоначально указ действовал до 1 июля. Чем еще запомнился этот день, сейчас расскажем. Это «Экономика главная». С вами Богдан Приход. Здравствуйте. Продолжение следует... в Мостовской, Липецкой областях, а также в крупных городах. Там спрос вырос примерно на 70-80%. Но благодаря достаточно четкой работе Банка России, подкреплению наличной валюты, несмотря на то, что объемы такого подкрепления выросли примерно в три раза, удалось полностью избежать каких-либо нарушений штатной ситуации. Все банкоматы работали в штатном режиме. И уже в воскресенье спрос пошел на убыль. И сейчас обстановка полностью стабилизировалась. Отмечу, что это самый заметный всплеск спроса на наличность 22 и 23 сентября прошлого года. Тогда, в первые два дня после объявления частичной мобилизации в России, показатель увеличился на 132 миллиарда и почти 114 соответственно. Что касается торговли на минувших выходных, то рост спроса опять же отмечался в южных регионах, отметил Белоусов. В Ростовской области, по данным отдельных сетей, трафик вырос на 10-15 процентов, в Липецкой на 30, в Воронежской на 50 процентов. Цены на российский газ для Белоруссии будут самыми низкими до 2031 года. Об этом рассказал посол Республики Евросии Дмитрий Крутой. И подчеркнул, тарифы в этот период согласовал сам Владимир Путин. Базовый долгосрочный договор с «Газпромом» по гарантированным объемам поставки газа в республику действует до 2031 года. Поэтому здесь проблем нет. В части ценообразования президенты договорились продлить формулу, которая действовала последние три года, на следующий трехлетний период, до 2026 года. Также, отвечая на вопрос агентства Реоновости о создании объединенного российско-белорусского рынка газа, Крутой отметил, что потребление топлива в этих странах отличается. Основной потребитель в республике – это промышленности и электроэнергетический сектор, тогда как у нас в стране – бытовой. Поэтому в декабре этого года президентам двух стран будет предоставлена методика, и по ней будут рассчитывать новые формулы для голубого топлива. Сейчас Минск платит за российский газ почти 130 долларов за тысячу кубов. Эта цена будет действовать до 2026 года. Напомню, что в феврале Минский и Газпром подписали протокол о формировании цен на поставку газа, исходя из условий прошлого года. Тогда в Минеке Беларуси уточняли, что документ рассчитан на два. Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума – выше 26 лир за доллар. Сейчас он немного отскочил. Как пишет трейдер, валюта слабеет на фоне решения Центрального банка Турции смягчить регуляторные требования в банковской отрасли, которые были направлены на поддержку лиры. Также на курсе негативно сказался отказ регулятора от использования валютных резервов. По оценкам Блумберга, за полтора года ЦБ республики потратил около 200 миллиардов долларов для стабилизации нацвалюты. Из-за этого чистые международные резервы Турции в преддверии президентских выборов сократились до минимума февраля 2002 года. Отмечу, что на прошлой неделе Центробанк Турции подтвердил намерение вернуться к традиционной денежно-кредитной политике. Впервые с марта 2021 года регулятор повысил ключевую ставку с 8,5% до 15% годовых. Аналитики подчеркивают, что такое решение было ожидаемым. Однако JP Morgan и Deutsche Bank прогнозировали рост ставки сразу до 25%, а в Goldman Sachs и вовсе до 40%. В результате рынок остался разочарован решением ЦБ, а доллар в тот же день подорожал более чем на 2% по отношению к лире. ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть к середине 21 века. Об этом заявил генеральный секретарь картеля Хайсам Альганс. По его словам, глобальный спрос на топливо увеличится до 110 миллионов баррелей в сутки к 2045 году. В свою очередь, совокупное потребление энергоносителей вырастет на 23%. Генеральный секретарь ОПЕК также добавил, что отсутствие достаточного финансирования нефтегазовой индустрии «поставит под угрозу жизнеспособность существующих энергетических систем и переведет к энергетическому хаосу». В то же время Хайсам Альганс признал, что в будущем возобновляемые источники энергии будут играть более значимую роль в мировом энергетическом балансе. И по его словам, некоторые страны-члены ОПЕК уже начали вкладывать значительные средства в развитие именно этой отрасли. А по данным Международного энергетического агентства, глобальный спрос на нефть в 2023 составит 102 миллиона баррелей в сутки. В то же время эксперты подчеркивают, что эта цифра может быть ниже, в том числе из-за слабого восстановления экономики Китая. Deutsche Bank сообщила своим клиентам, что больше не может гарантировать доступ к российским акциям, которые обеспечивают принадлежащие им депозитарные расписки. Рейд изучил записку банка от 9 июня. Там сказано, что финансовая организация обнаружила нехватку акций, которые были выпущены до начала СВО. Они находятся в России в другом банке депозитарий. Речь идет о бумагах Аэрофлота, Мечелой, группы ЛСР и НЛМК. Эту недостачу Deutsche Bank объяснил решением российских властей разрешить самостоятельную конселяцию депозитарных расписок в локальные бумаги. И вот, как указано опять же в записке, конвертация проводилась без участия или надзора немецкого банка, поэтому объемы сверить нельзя. В российском же национальном расчетном депозитарии заявили, что вся процедура была проведена в соответствии с российским законодательством, и учетная организация не несет ответственности за реализацию этого механизма. Источники Reuters признают, что Deutsche Bank стал первым крупным банком, который официально уведомил держателей, что есть трудности в установлении права собственности на все бумаги, которые за ними закреплены. Финансовая организация теперь разрешает инвесторам обменивать депозитарные расписки на акции в рамках своих планов по выходу из бизнеса в России. А вот другие крупные инвестбанки, JP Morgan Chase и Citigroup, они также выступают в качестве банковых депозитариев для большинства других российских программ депозитарных расписок, вот не стали комментировать дефицит среди своих же клиентов. Германия выступила против того, чтобы Украине передали замороженные активы Банка России. Об этом сообщила Financial Times. Высокопоставленные чиновники немецкого правительства сомневаются в успехе такого плана. Говорят, что слишком высоки юридические риски. Один из собеседников издания заявил, реализовать план Верхкомиссии все равно, что открыть банку с червями. Это цитата. Он пояснил, что если Брюссель возьмет деньги у российского ЦБ, это создаст прецедент. Решение не рабочее с юридической точки зрения, так как, по словам источников, считает глава Минюста Германии Марко Бушман. Аналогичная позиция МИДа страны, правда, с оговоркой, что Москве все же придется заплатить за ущерб, нанесенный Украине. Главер комиссии Урсула фон дер Ляйн ранее сообщила, что до летних каникул Брюссель подготовит предложение о передаче замороженных активов России к Киеву. Напомню, их объем в Евросоюзе оценивают больше 200 миллиардов евро. Это как раз оценка самой Еврокомиссии. Однако, по данным Блумберга, из них удалось найти только чуть больше 20 миллиардов. В мае Владимир Путин заявлял, что воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило. Спортивный бренд Пума привлек в российское подразделение руководителя из-за рубежа. Хотя компания приостановила работу в стране еще прошлой весной. Об этом пишет коммерсант. Так, гендиректором ООО «Пума Рус» 26 мая 2023 года стал гражданин Чехии Мирослав Рыба. С 2010 по 2020 он уже возглавлял этот офис. А в последние годы он был главой скандинавского дивизиона «Пума Нордик». Эксперты считают, что такое исключительное назначение может быть частью планов ритейлера по возобновлению работы в России. Ну или же наоборот говорит об окончательном закрытии бизнеса. Фрукты, овощи, ягоды в российских магазинах подешевели в два раза. К такому выводу пришел аналитик аграрного рынка Леонид Холод. Он отметил, цитата, «чем больше фруктов к нам привозят, тем ниже цены на них». Например, черешня в мае стоила 1000-1200 рублей за килограмм, теперь 400-500. Также снижается цена на персики, нектарины и абрикосы. К слову, сегодня корреспондент РБК видел в магазине черешню еще дешевле – 300 рублей за килограмм. Аналитики говорят именно о тех поставках урожая, который растет в России, но созревает позже, чем, например, в Таджикистане, Узбекистане или других южных регионах. И вот когда пойдет урожай из Краснодарского, Ставропольского и Ростовского краев, снижение цен будет еще заметнее, прогнозирует Холд. Траты россиян на покупку электросамокатов и моноколес за год снизились на 10-20%. Аналитического ресурса CheckIndex компанией платформа ОФД. Средний чек за покупку электросамокатов в апреле-майе, именно эти месяцы приходится обычно пик продаж, составил почти 13,5 тысяч рублей. Это на 13% меньше, чем год назад. Средняя стоимость моноколес – около 60 тысяч рублей. Но вот такое снижение аналитики объясняют тем, что покупатели в этом году выбирают более дешевые модели средств передвижения. И продавцы могли снижать цены, чтобы, например, стимулировать спрос. Как сообщает компания Money Place, на Wildberries оборот этой категории в денежном выражении, это 54 миллиона рублей, снизился примерно на 11%. А вот на Озоне продали почти в 2,5 раза больше в штуках, но вот общая сумма покупок выросла все-таки меньше. 6 из 10 россиян предпочитают сберегать в рублях, следует из свежего опроса сервису Superjob. Также, согласно ему, доллару доверяют чуть больше трети, а евро – чуть менее трети респондентов. Интересно, что чем старше граждане, тем больше они уверены в надежности рубля. За долларовые запасы чаще голосуют мужчины, чем женщины. Подчеркну, что по сравнению с сентябрем прошлого года, уровень доверия к нацвалюте снизился на 5% пунктов, а к иностранной, наоборот, немного вырос. Эти и другие новости вы всегда можете найти на нашем YouTube-канале РБК Инвестиции. Подписывайтесь, комментируйте и, конечно же, ставьте лайки. У меня на этом все. Увидимся в эфире РБК чуть позже. Продолжение следует...